Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим тему компетенции избирательных комиссий по рассмотрению избирательных споров. Сегодня у нас в гостях эксперт по избирательным спорам Мамытова Каныша Булатбековна. Каныша Булатбековна, здравствуйте! Мы уже говорили с вами о том, что избирательные комиссии вправе применять определенные меры по результатам рассмотрения избирательных споров, в том числе накладывать и финансовые санкции. Вот сейчас хотелось бы каждый из этих случаев рассмотреть в частности, в каких случаях и за какие нарушения они могут быть применены. Да, на самом деле у избирательных комиссий с 2019 года появилось право применять финансовые санкции к нарушителям, то есть налагать денежные штрафы. Если мы посмотрим кодекс о нарушениях, то это получается статьи с 42 по 48. Это ряд статей, которые устанавливают ответственность за нарушение прав участника избирательного процесса, за нарушение правил проведения предвыборной агитации, за непредоставление отпуска кандидату, потому что по закону, когда он идет на выборы, администрация по месту его работы должна предоставить ему отпуск. Есть стати, которые устанавливают ответственность за умышленное уничтожение агитационных материалов, либо за распространение подложенных агитационных материалов, анонимных агитационных материалов. То есть все эти статьи с 42 по 48, они относятся к компетенции избирательных комиссий, и по этим делам получается избирательная комиссия вправе рассматривать такого рода нарушения, там, на основе каких-то поступающих заявлений, там, жалоб субъектов избирательного процесса, либо сами там установив факт нарушения, как часто делали вот на прошедших выборах рабочие группы на основе мониторинга тех же самых социальных сетей. И по результатам этого рассмотрения избирательные комиссии вправе, как я уже говорила, налогать финансовые санкции на тех или иных нарушителей избирательного процесса. Спасибо большое. А вот существует ли какой-то определенный порядок применения этих финансовых санкций? Ну, скажем, кодекса нарушения избирательными комиссиями, то есть это каким-то образом регламентируется, безусловно. Да, абсолютно это регламентировано. В 2020 году Центральная избирательная комиссия своим постановлением утвердила положение о порядке рассмотрения дела нарушения избирательными комиссиями, и в соответствии с этим положением установлен определенный порядок. И порядок рассмотрения зависит в первую очередь от того, о каких выборах речь идет, то есть это местные выборы, либо это общенациональные выборы президента или депутатов Георгоки Неши и зависит от места совершения какого-либо нарушения. То есть, допустим, когда речь идет о местных выборах, право рассматривать такого рода дела о нарушениях и накладывать за них финансовые санкции в виде штрафов, обладают специальные представители Центральной избирательной комиссии на местах. То есть у Центральной избирательной комиссии в каждом регионе есть сотрудник аппарата, он относится к аппарату Центральной избирательной комиссии, специальный представитель, который на местах осуществляет взаимодействие с избирательными комиссиями, отвечает за связь центральной избирательной комиссии с комиссиями на местах, и в том числе у него есть право составлять протоколы и накладывать штрафы. Когда речь идет об общереспубликанских выборах, в основном такого рода дела рассматриваются специально уполномоченным сотрудником аппарата центральной избирательной комиссии. Что это такое? По аналогии, когда вы нарушаете правила дорожного движения, и вас останавливает инспектор, и составляет протокол о наложении штрафа, вы идете оплачивать этот протокол. То есть здесь вот эта административная процедура, она по сути напоминает ту же процедуру. То есть есть какое-то нарушение, уполномоченный сотрудник центральной избирательной комиссии, он составляет протокол о нарушениях, и на основе этого протокола, где есть специальный код, он вносится в единый реестр нарушений, вы идете и оплачиваете этот штраф. То есть это вот та практика, которая широко применяется уже избирательными комиссиями, начиная с прошлого года. А если продолжить этот вопрос и поинтересоваться тем, какие-то еще органы могут рассматривать избирательные споры в соответствии с кодексом о нарушении? Да, вот помимо избирательных комиссий, по кодексу о нарушениях есть одна статья, которая четко относится к компетенции органов внутренних дел. Это очень интересная статья в условиях нашей страны. Это статья 42.3. Она устанавливает ответственность лица, которые получают деньги, либо иные материальные ценности в качестве подкупа. То есть я считаю, что это очень нужная статья в условиях нашей страны, конечно, где-то она, возможно, не отвечает международным стандартам демократических прав, но, тем не менее, это особенности нашей политической ситуации, особенности, можно сказать, наших избирательных компаний, когда мы были вынуждены, вот по аналогии есть статья дача взятки и получения взятки, которые устанавливают ответственность для обоих лиц. И здесь также была законодателям схожая позиция применена, то есть есть ответственность лица, который распространяет деньги в качестве подкупа, а есть ответственность лица, который получает эти деньги. То есть нашим гражданам, нашим избирателям очень важно об этом помнить, что за то, что они на выборах получают деньги, продукты, им чинят дорогу, рассыпают чебень, устанавливают мусорные баки, это тоже подкуп их. И за это они тоже могут нести ответственность. И дела по такого рода нарушениям, они как раз таки рассматриваются органами внутренних дел. И помимо этого, надо вот также отметить, что есть две статьи, это распространение анонимных агитационных материалов и уничтожение агитационных материалов. Они относятся к компетенции избирательных комиссий, то есть по ним избирательные комиссии могут к нарушителям применять санкции в виде штрафов. Но мы понимаем, что сами избирательные комиссии только при наличии каких-то видео, фотоматериалов, заявлений могут сразу установить, кто занимался этим. А на практике, допустим, очень часто, это очень распространенное, хотя и такая широко неизвестная, но это распространенное нарушение по статистике МВД уничтожения агитационных материалов, когда вот жгут, рвут билборды, там, листовки срывают и так далее. И, соответственно, виновных лиц в этом случае устанавливают органы внутренних дел, они эти материалы передают в избирательные комиссии, а уже избирательные комиссии к виновным применяют наказание в виде денежных штрафов. Чрезвычайно важное примечание, спасибо большое. И заключительный вопрос, как часто на практике избирательные комиссии привлекали к ответственности по кодексу о нарушении? Следует отметить, что практика применения избирательными комиссиями финансовых санкций в виде денежных штрафов, она широко начала применяться с 2020 года, то есть с момента вступления в силу этих норм. И вот если мы посмотрим практику рассмотрения на примере президентских выборов, на примере выборов ЖК и местных, то мы увидим следующую картину. В ходе парламентских выборов в 2020 году избирательными комиссиями было составлено порядка 13-15 протоколов, и общая сумма денежных штрафов на основании протоколов, которые были внесены в республиканский бюджет, она составила порядка 160 тысяч сумм. На досрочных выборах президента было составлено около 10 протоколов, и на их основе тоже около 50-60 тысяч сумм было внесено в республиканский бюджет. И в ходе проведения выборов депутатов местных кемишей также было составлено около 15-20 протоколов, и общая сумма поступлений также составила около 130 тысяч сумм. И здесь важно отметить, что эти денежные штрафы, они применялись не только к кандидатам и политическим партиям, они также применялись и к избирателям, они применялись и к средствам массовой информации, которые нарушали правила проведения предвыборной агитации. При этом, насколько мне известно, ни один из этих протоколов не был обжалован, ни вышестоящий избирательной комиссии, ни в судебном порядке. То есть это некая, на мой взгляд, позитивная тенденция, когда субъект соглашается с тем, что с его стороны было совершено нарушение и несет ответственность за совершенное нарушение в виде денежного штрафа. Но, с другой стороны, мне бы хотелось отметить, что все время жизнь не стоит на месте. Кандидаты политические партии каждый раз пытаются найти те или иные пробелы в законе и использовать тех в своих незаконных целях. И поэтому каждый раз избирательная кампания показывает, что есть пробелы, есть коллизии в каких-то нормах, которые постоянно нужно совершенствовать. И в том числе и необходимо внесение изменений, дополнений в тот же самый кодекс о нарушениях. И я думаю, что эта работа будет проделана в ближайшее время. Да, действительно, в предвыборной гонке все методы хороши, но главное условие, чтобы они были честными. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас, Канышая Булупековна.